У нас есть природные радиоактивные нуклиды. Их довольно много, то есть можно в любом справочнике найти название этих изотопов, но я бы выделил четыре. Первое это уран. Уран, который распространен в природе довольно хорошо. При этом надо понимать, что у урана есть два изотопа. Уран-235, который делится нейтронами всех энергий, и уран-238, который делится только быстрыми нейтронами. Этот факт позволяет нам разрабатывать технологии обогащения урана, позволяет нам создавать ядерные реакторы как на природном уране, так и на обогащенном уране. Соответственно, уран это продукт ядерной энергетики. Торий. Торий, которого еще больше, чем урана. Сегодня не так широко используется, как уран с точки зрения ядерного топлива, но в перспективе может быть использован. И это тоже запасы, которые человечество может воспринимать как энергетический запас. С ураном связана очень интересная история, связанная, как же все-таки люди определили возраст земли. Действительно, уран, уран-238, которого больше всего в природной смеси, более 99%, он имеет период полу распада 4,5 миллиарда лет. Об этом широко известно. И когда мы находим какой-то образец, где есть уран, который как бы закапсулирован. Вот такие есть минералы циркона, где уран сидит глубоко и его очень трудно оттуда достать. Так вот, анализируя состав урана и наличие в нем свинца, который является концом цепочки распада, можно судить о том, когда образовался тот или иной циркон. Так вот, оказывается, что самые большие по возрасту цирконы на Земле имеют возраст около 4,5 миллиарда лет. Тем самым, когда вот это все исследование было проведено, оно и сейчас продолжается, потому что делается попытка находить вот эти цирконы в метеоритах. Факты говорят о том, что в Солнечной системе, Земле и ближайшим планетам, включая метеориты, вот возраст порядка 5 миллиардов лет. Точно. Вряд ли кто-то может сказать, хотя в книжках можно найти более точные оценки, но вот это вот выстраивание мира от точки рождения, от большого взрыва, правильно? То есть 13,7 миллиардов лет назад произошел большой взрыв. Дальше вот эта вот история, история, которая привела к образованию Земли, это рождение звезд первых поколений, там большие взрывы, правильно? Выплеск радиации, формирование галактик. Вот это на самом деле 70-80-е годы прошлого века, когда люди осознали вот эту вот встроенную модель. Модель, которая сегодня все больше внедряется в человеческое сознание, и на этом пути очень велика роль как раз ядерных центров. Ядерных центров, где проводились эти исследования, где не только создавались какие-то изделия, но и фундаментальные вот эти вот модели развивались и приводили к нашему пониманию. То есть человечество сегодня имеет стройную модель развития Вселенной и историю Земли. Историю Земли, которая прошла через определенные этапы, которая подтверждена геологическими изысканиями, находками, связанными с органической природой. Ну и вот вопрос, когда же зародилась жизнь, все время отодвигается. То есть если первые там оценки были 2 миллиарда лет, правильно, то сейчас уже 3,5 миллиарда лет. То есть найдены образцы, где действительно есть жизнь на этом горизонте. Ну и еще другие вот интересные изотопы. Калий-40, период полураспада там 1,3 миллиарда лет, очень распространенный изотоп, но радиоактивный. К чему это приводит? Там, где есть калий, а калий очень созвучен жизнью, есть радиация. Поэтому иногда есть такое понятие банановый эквивалент. Правильно? Банановый эквивалент, оказывается, в каждом банане есть калий-40, значит есть радиация, значит мы можем посчитать, правильно отталкиваясь от этих цифр, сколько радиации в каком-то объекте. Каждый человек радиоактивен. Почему? Потому что в каждом из нас, кроме того же калий-40, есть другие радиоактивные изотопы. То есть в каждом из нас вся таблица Менделея, включая уранаторий, но очень интересный ЦИТ-14. Углерод-14, период полураспада 5700 лет, и радиоуглеродный метод датирования остатков. То есть это на самом деле метод, который действительно позволяет очень уверенно мерить органические, именно органические останки, на диапазоне, я считаю, 500 лет до 10000 лет. Как раз это 5 периодов полураспада. Это один край, хотя люди говорят, и 10 можно мерить. Ну и соответственно, все-таки, когда говорят, что 20-30 лет, я сомневаюсь. Ну вот 500-400 лет легко померить. Почему? Потому что оказывается, что углерод-14 образуется в атмосфере. Углерод очень созвучен нашему организму. Есть такой круговорот углерода в природе. И поэтому в каждом живом организме есть какая-то концентрация углерод-14. Как только органическая ткань распадается, мы захораниваем, то он сохраняется и начинает распадаться. И поэтому анализируя соотношение углерода-14 с другими изотопами углерода, но это прежде всего, конечно, углерод-12, мы можем говорить о возрасте данных останков. Этот метод применялся к различным интересным археологическим фактам. Туринская плащаница. Хотя там спорят, потому что возраст, который эта датировка дала для Туринской плащаницы, оказался XIII века. Ну что не соответствует версии канонической. При этом действительно есть ряд интересных объяснений, связанных, почему это произошло. Потому что были пожары, были в какой-то мере показы, где люди трогали. И внесение дополнительного углерода в эту ткань тоже возможно. Поэтому понятно, что у любого метода есть ошибки. И вот мир изотопов сегодня люди очень хорошо изучили. Это потребовало гигантской работы. Сегодня у нас есть карта радиоактивных нуклидов. Я студентов учу европейской системе, которую легко скачать в интернете, Java-based nuclear information software. Это JANIS. Вот если разместить JANIS на компьютере, то мы войдем в мир карты нуклидов. То есть если таблица Менделеева – это химические элементы, то карта нуклидов – это свойство уже элементов. Это гораздо больше квадратиков, но каждый квадратик – это конкретный элемент. Соответственно, размышляя о радиации, понимая, что радиация присуща нашей планете, понимая, что действительно вот этот цикл распадов, которые есть в Уране, приводит к появлению изотопов, но наиболее известных – это ради, радон и полон. То есть когда мы говорим о радоне, иногда говорят радоновые ванны, правильно, радон вокруг нас. Почему? Потому что значимую долю, кто-то говорит 3 четверти, кто-то говорит 50%, дозы в течение своей жизни, в течение одного года мы получаем, вдыхая воздух, в котором есть радон. При этом этот радон попадает в наши легкие и производит внутреннее облучение. Он везде. В разных концентрациях, но везде. Соответственно, больше всего его, ну, конечно, в пещерах, там, где есть выходы гранитов и уранов, в рудниках – это просто его очень много, в урановых, в подвалах. Радон – тяжелый газ, поэтому он опускается. Он выходит из земли и опускается вниз. Если есть где-то источник, ну, вот, допустим, гранит, он выходит и скапливается. У него короткий период полураспада, его концентрации невелики, человек с ним прекрасно выживается. То есть, вот радон и его ванны – как раз это процедура, когда мы повышаем концентрацию радона, дышим, и оказалось, что очень благотворно влияет на ряд легких заболеваний. Убиваются микробы, стимулируются некие регенитационные процессы, что очень важно. Второй источник радиации, я сказал, уже солнечный ветер, который приходит к нам от Солнца и из галактики. То есть, есть очень интересные частицы, которые с сумасшедшими энергиями прилетают нам из космоса, и они достаточно редки, но мы внутри Земли не можем получить их энергии. И вот анализ взаимодействия этих частиц с воздухом, с какими-то материалами, позволяет нам делать гипотезы о том, какой источник этих частиц в космосе, какие сечения взаимодействия этих частиц с материалами, которые нас окружают, если вдруг мы сможем их произвести, ну и позволяют делать выводы о том, что как можно, правильно, в перспективе получать такие частицы. Так вот, если говорить о воздействии радиации на живой организм, на человека, то надо, вот я уже говорил, однозначно понимать, что есть природный фон, который нас постоянно облачает. Этот фон неравномерен на Земле. То есть, есть места, где он меньше, есть где больше. Причем вот эта разница может достигать разов, если, допустим, сравнивать Москву, Швецию и Финляндию. Там есть выходы гранитов, где фон в два раза выше, чем Москве. Есть области, где вот это отношение, правильно, там Москва и другая область, Франция или Бразилия или Индия, десятки, сотни раз. Потому что вы на выходе в песке, где много там Тория, и, соответственно, люди живут. Люди живут. То есть, каждый год они получают гораздо большую дозу, чем средний человек. Поэтому, если природный фонд взять за некую единицу, мы можем ее ввести, как правильно, единицы природного фонда, то с ней, конечно, надо сравнивать все воздействия техногенной. Тогда у нас появляется четко отчет. Ну, для специалистов можно сказать, что вот этот природный фон 2-2,5 милизиверта в год. Это облучение, правильно, с учетом различных коэффициентов, которые получает человек. Поэтому, когда мы говорим о воздействии радиации, то мы должны всегда понимать, что есть точка отчета. Так вот, оказывается, что если эту точку отчета, правильно, превышать в несколько раз, то ничего вредного не будет. Более того, даже есть некие такие гипотезы, что это полезно. Есть такое понятие, как гурмезис или гермезис. Это свойство организма мобилизовать свои ресурсы восстановления, для того, чтобы преодолеть какое-то внешнее воздействие. Вот этот гурмезис-гермезис был, как бы, открытый. Эта гипотеза была связана ни в коем случае не с радиацией. Где-то в 40-х годах это было связано с воздействием химическим, со спортивным воздействием. Потому что известный факт для спортсменов, что шутка тренировка. Тренировка – это насильный организм. То есть мы заставляем его развиваться. И вот человек становится сильнее. Все так же знают, что перетренированность, превышение какого-то порога приводит к потере иммунитета, к повышению вероятности чем-то заболеть. Но мы тренируемся. Потому что при правильном стимулировании мышцы растут, человек становится сильнее, у него повышается иммунитет. Вот этот тезис, вот этот процесс можно распространить на другие вещи. Часто звучат слова правильно, что то, что нас не убивает, делает нас сильнее. Или еще такая фраза, что то, что яд в больших количествах, полезен в малых количествах. Соответственно, в 80-е где-то годы был сформулирован одна из гипотез, а именно радиационный герметис. Что действительно на основании интересных опытов была сделана гипотеза, не все ее разделяют, что превышение доз в какое-то количество раз может стимулировать в положительном смысле ресурсы организма на внешнее воздействие. Были интересные опыты, когда пытались изучать развитие живых растений в разных условиях. Условия природные, повышенный радиационный фон и отсутствие радиационного фона. Так вот оказалось, что действительно отсутствие радиационного фона приводит к неправильному росту. То есть к неверному развитию. То есть становятся более такие чахлые листья, менее яркие цветы. И соответственно радиационный фон, если взять за норму, то смещение его в сторону увеличения приводит к более бурному росту. Потом, конечно, возможно разрушение. Так же и для человека. То есть есть четко доказано, доказано уже человеческими жизнями, миллионами случаев, включая Хиросима и Нагасаки, различные поражения в рамках ядерных испытаний, инциденты на атомных станциях, что есть порог, когда начинается лучевая болезнь. Но этот порог это тысячу раз от природного фона. Соответственно, еще больше, правильно, там 10 тысяч раз, возможны летальные исходы сразу. То есть это на самом деле, вот диапазон, правильно, норма, превышение нормы немножко, большое поражение. Это, конечно, надо осознавать. Поэтому люди заплатили многими жизнями. Исследуйте процессы. Но эта плата, она идет всегда. То есть любая технология опасна. То есть когда мы ездим на автомобиле, мы должны понимать, что это приводит к смертям человечества. В России 20 тысяч в год умирают под колеса. Ну или во время ДТП. В других областях, ну в химическом производстве, регулярные пожары. В добывающих областях, особенно вот в шахтах, правильно, там взрывы метана, ну различные обрушения. В производствах травматизм, в строительстве, падение там с высоты, падение кранов, там тоже обрушение. То есть на самом деле, вот этот факт, что атомная энергетика, это отрасль высокотехнологичная, приводит к очень интересным результатам. Если сесть и посчитать, на единицу там выработанной энергии, на единицу установленных мощностей человеческие жизни, ну как бы, так или иначе связанные вот с этой технологией, атомная энергетика самая безопасна. Редактор субтитров А.Семкин